Господа, я думаю ни для кого не открою никакой страшной тайны, что хорошая крутая картина может действительно улучшить любой интерьер. Ну а если еще эта картина сделана своими золотыми руками, так это же вообще фантастика! Именно поэтому наборы InkString такие крутые. С их помощью можно сделать картину непрерывной нитью из практически любой фотографии. Тут продумано абсолютно все, до мелочей. И сам процесс больше напоминает медитацию, потому что сама интерактивная инструкция это по факту сочетания музыки и голоса. Вот допустим, захотели вы заняться искусством. Ну допустим, даже как я. Но есть проблема, рисовать вы не умеете. Решение есть. Ваши действия. Приобретаете набор InkString, заходите на сайт, загружаете фотографию и получаете голосовую инструкцию. Она или он, а голос можно менять, как и скорость, называет вам сектор и номер гвоздика. А вы шаг за шагом ведете нить, постепенно создавая свой собственный уникальный шедевр. Ну и поскольку изобразить вы можете действительно здесь что угодно, то есть из любой фотографии сделать свою картину, то и подарок получается очень универсальным. Это значит, что подарить вы можете кому угодно, маме, сестре, дочке, жене. Так что могу смело рекомендовать. Переходите по ссылочке в описании и заказывайте наборы RingString. Но не забывайте, что указав промо-код Академик, вы получаете 15% скидку. Вводите его в корзине и дарите уникальные подарки. Господа, здравствуйте! Смотрите, что мы нарулили. Смотрите, что у нас есть. У нас есть парочка мопедов, макси-скутеров, если быть точнее, один из них под гордым брендом BMW C400 GTH. И второй у нас Vage, Vage SR4 Max. И с виду они очень похожи, бытует мнение в интернете. Я даже читал, что вот есть оригинальный скутер BMW, а есть его китайская копия Vage SR4 Max. И раньше она в России представлена не была, но теперь так получилось, что теперь в России не представлен BMW, но зато представлен Vage. И я смотрю по основному каналу, по-моему, и вон так зашла серия, где мы разбирали китайский мотор, что я и решил в данном случае тоже понять, а чем же отличается оригинал от Китая? Ну или наоборот, Китай от оригинала? Или на самом деле, господа, забегая вперед, скажу вам, что не отличаются они ничем. Ну хотя ничем, конечно же, это в кавычках. В действительности, да, немножко разный дизайн, немножко разные комплектующие, даже суппорта чуть разные. На этом J.Juan написано, а на этом вообще написано Bebra. То есть получается, когда перегреете тормоза, будете нюхать Bebra. Что, собственно, довольно в стиле BMW. Ну почему бы нет? С другой же стороны, если погуглить справочную информацию, BMW никогда ни на одном из своих заводов не делал скутеры или мопеды, если хотите. Эта ситуация типична не только для BMW. Многие именитые бренды делают свои, скажем так, не топовые модели по заказу на китайском заводе. Так вот, на самом деле, Максискутер BMW изготавливался по заказу компании BMW в Китае на заводе Lanchin. Собственно, вот этот бренд вы многие уже знаете. Это такой конкурент компании LeFan, которая очень часто встречается в вездеходной внедорожной технике. Вот эти моторы ланчиновские, которые там 15, 25, 30 сил, которые можно купить везде. И когда LeFan стал слишком дорого, все пришли на ланчин, потому что вроде как качество то же самое, а цена приятнее. Так вот, этот самый бренд ланчин выпускает не только вот такие вот дурацкие моторы из магазина инструментов и прочее, где они там продаются или Сазона. Но он производит еще и полноценную мототехнику. И производил он ее для компании BMW. Да, они быстренько забодали свой бренд. Назвали его ВОЖ или ВОДЖ или ВОК или как там еще это можно прочитать. Но тем не менее, и когда компания BMW из России ушла, сюда стали аккуратненько их завозить. Поэтому мы получаем по факту абсолютно одну и ту же технику, только с минимальными отличиями. Но делается она на одном заводе, одними людьми и абсолютно из тех же комплектующих. Моим словам, можно сколь угодно верить или не верить. Можно обратиться к техническим характеристикам. И здесь выяснится даже, что, например, в BMW у нас 34 или сколько-то там сил, да? А здесь у нас в SR4 Max 28,5. То есть, видите, уже моторы якобы разные. Так вот, чтобы понять, насколько эта техника отличается или наоборот одинаковая, мы их возьмем и полностью разберем. Так, ну что, господа, я в вашем любимом чебураторском наряде. То есть, максимально в неподходящем. Перчатки для квадроцикла. Спасибо, Fintrail. Пыльник Klim. Спасибо компании Polaris в том числе. Китайский шлем. Кроссовый. И кроссовая же маска. Очки они же. Все прекрасно. Никак не соответствует городскому циклу использования мопеда. Блин, ну ладно. Он намного более дикий. Очень какой-то подрывистый прямо с места. Мы при этом, естественно, все это делаем в дождь. По хардкору. Как true настоящие прямо мопедики. Нас не пугает плохая погода никак. Нормас. Тихий. И двигатель мягче. Гораздо мягче, чем в моем работает. Он прямо... Нету этих вибраций. Ну, прямо по кайфове чуть-чуть. Прям интересно. Возможно, в моем еще просто обкаткой, когда она пройдет, это все закончится. Потому что здесь пробег 2 800. И у второго у нас сейчас будет 16 тысяч. В общем, самое время хотя бы по ощущениям взять сейчас BMW и сравнить с этой. Хотя бы так, по лайту. И вот наш нарядный ключ BMW. Теперь мы можем завестись. У нас так же, как и в китайце, здесь бесключевой доступ. Нам не нужно. Хотя у нас ключ есть. Классический, выкидной, как в BMW. Но никуда его вставлять и ничего заводить там замками не надо. Багажники. Все заводится безключевым образом. Все, пушка. Значит, как я и говорил, здесь сразу бросается в глаза то, что панелька приборов, она немножко как будто более старая. Отлично. Но зато здесь, в отличие от китайца, у нас есть подогрев ручек и подогрев сидения. Я сейчас все это включу. Во, у меня даже загорелись надписи такие снизу. Соответственно, замечательно. Здесь тоже пишется температура на приборке, это удобно. Да, и у него как будто чуть более мягкие настройки по газу. Ну или просто пробег. То есть ВОК или ВАЖ, он же совсем прям подрывной. Этот тоже неплох, очень неплох, конечно же. Но не такой прямо турбореактивный. Он кажется легче, чем тот. Ты прав был. Он как будто такой легонький, нормально у него все. То есть действительно он как-то угадывается в повороте, нету инерции как будто лишней. Но сильно жестче подвеска. Тот диванчик вообще такой прям нормальный. А этот прям пожестче. Удивительно, хотя один и тот же мопед, но ощущения разные действительно. Даже в дождь. А по-сухому, я думаю, разница будет еще более заметна. Но интересно. Но в целом, и этот хорошо набирает, после 70 не сдувается. То есть он прямо до 120 там давит, вообще давит, давит, давит. А тот послабее. Ну что, ребята, странная история. Мы дожили до гонок на мопедах. И сейчас мы узнаем, кто же быстрее. Китайцы или БМВ. Готов? Давай. Наталья. Так, китайцы. Трекция. Так, китайцы. Наталья. Наталья. Ты не сдал. Да. Да, да. короче у меня даже сработал трекшн внизу дальше все равно я пошел чуть нагонять на низах и на самом деле если точно быть с 90 с 90 бмв все равно начинает уходить забавно насколько разные настройки короче в целом все кайф мы здесь поняли едем разбирать и и и и и и и и так господа самое интересное сравнение того же что у нас потрохах кроется у этих мопедов заранее скажу что если мы берем раму навески блоки управления какие-то датчики разъем и косы да они разные там есть различие действительно блок управления даже по форме другой разъем и прямо то есть косы немножечко ну действительно есть различие самое интересное это двигатель давайте начнем с его внешней составляющей это вот у нас блок двигателя полублок вернее двигателя вот он это у нас бмв очень важно не перепутать а это у нас китай вот его также очень важно не перепутать и это господа абсолютно идентичная деталь она содержит на себе все шильды бмв все номера те же самые все абсолютно что вы хотели увидеть она здесь идентичная вторая половинка нашего блока внешне тут сейчас главное это не перепутать потому что иначе получится что вот она здесь у нас что мы соберем другой мотоцикл же как бы и вот она же и это тоже все бмв только вот это китайский мотороллер это мотороллер бмв все номера вся чеканка отформовка штампы логотип чеки все абсолютно на месте из этого мы делаем вывод что блок двигателя в сборе с крышкой с корпусом вариатора абсолютно идентичен головка блока колен вал собственно и вся шатунно-поршневая группа у нас от бмв определяется очень легко по налету лака видите все пожелтевшие потому что всего 16000 метров странно почему такое пожелтевшие и этот же комплект мы берем от китайца который свою очередь еще без пробега тут 700 километров поэтому все она светленькая и вот она здесь лежит ну что ж давайте это сравним что мы видим мы видим абсолютно одинаковую отливку нет отличается ты смотри-ка об 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 видишь отличается что касательно каналов гильзы прочего все абсолютно одинаковая со всеми про уши нами здесь просто мы не сняли этот кронштейн здесь под него крепление есть вот эта штука такая же ухо и если мы говорим про маркировку да у нас здесь маркировка бмв крупная прямо все четко видно есть номера здесь lx написано и вошь здесь маркировка вошь то есть вот четко бмв вошь опять же ребра здесь вот эти два ребра есть на отливке здесь нет то есть все таки форма по отливке своя другая немного отличается с этим разобрались поршень и колено поршень и колено что мы видим что у нас бмв колено бмв вернее шатун бмв шатун имеет на себе маркировку это же lc или какая-то маркировка непонятная и шатун китайский имеет маркировку lc то есть шатуны они одной фирмы видимо и номер 398 здесь нет 605 номера по крайней мере вот здесь выбиты разные сам поршень sl slc маркировка на поршнях абсолютно идентичные изнутри в общем поршня одинаковые на вскидку шатуны имеют разную маркировку размеру всего этого ну конечно же идентичен колено визуально идентичная по шлицам по резьбе по уплотнениям по болтикам по гаечкам абсолютно во всем диапазоне одно и то же колено однако маркировку на себе несет разную с этим разобрались все очень рядом очень близко вроде как одно и то же но отливочные формы явно по крайней мере здесь и здесь были разные гбц у нас немножко разные степени разобранности посмотрим просто в каких-то аналогах уже вижу что отличаются к примеру по каналам выхода у нас тут 1 2 3 если мы видим это китайская голова голова bmw у нас 1 2 3 4 есть дополнительный канал по маркировке само собой они также отличаются на голове bmw у нас вот многочисленные шильдики bmw 19 год тут выбивка есть голова вошь она соответственно вот здесь выбивка вошь и 22 год соответственно по номерам они также отличаются распреды клапана выглядят идентично диаметр клапанов я что-то почему-то уверен что у нас также абсолютно одинаковый охлаждение каналы у нас также абсолютно одинаковые да господа по ходу это совпадает исключая вот этого нюанса соответственно здесь у нас два входа или выхода здесь их три в этом месте одна трубка уже идет сюда в остальном получается как одно и то же по куче всяких мелочей допустим радиатор охлаждения до системы охлаждения китайский он безусловно от бмвшного отличается с этим минимально но загибы отличаются выходы все с тех же сторон кулек стоит если вентилятор и на том и на этом вот мы сюда видим но вентиляторы при этом разные конечно же даже метод крепления разные на китайском как вы видите сделаны кронштейны на самом корпусе радиатора через который на нем сидит вентилятор в бмвшном же более простая схема когда вентилятор сидит на самом радиаторе прям через соты прошивается саморезами соответственно и на нем держится просто корпус мы сняли так это из простого дальше что касательно блока bs вот он бмвшный который фирмы а т.е. и блок а б с китайский которые фирмы у нас чего-то там юнфин в общем китайский при этом разъема блоков bs у нас мы видим если по электрической части идентичные ты соответственно я уверен что один к другому подойдет да и там распиновка вся одна же одна и та же то есть это взаимозаменяемая деталь просто разных брендов стартеры логично предположить что на бмв стоит бмвшный на китайцы стоит китайский однако если мы это вот так приложим то мы понимаем что стартер то по сути одинаковый просто разных брендов никакой разницы кроме наклейки даже какая-то 10 тиснений или что-то чем-то набивала эти стартеры их даже набивала абсолютно идентично ремень можно попробовать по размеру одинаковые или нет если мы это сейчас поймем мало ли мы тут что-то по редукции как бы уточним но по моему как будто бы и ремни тоже абсолютно одинаковые даже по длине в общем так сложно это понять но визуально неестественно даже неважно какой хикте стоял как теперь понять я знал что однажды это наступит и мы уже не соберем бмв все по видео по износу можно наверное посмотреть вот на одном было написано powerlink до powerlink ремень но ширина естественно у нее также будет но одинаково это один и тот же ремень только от разных брендов шаг тот же самый ну в общем какой-то из них в общем мы перед все это конец все я знал что ничего не получится простите нас пожалуйста вариаторные части вот собственно это бмвшная вариаторная часть бренд hzg я к сожалению мотолог поэтому не могу сказать хороший он или плохой но по крайней мере на тарелке так написано да это все в сборе и вот это вот hzg это бренд вариаторные части у нас по бмв и непосредственно в китае у нас стоит hzg да это одно и то же вот вот теперь точно одно и то же все даже начинка внутри до hzg абсолютно одинаковая запчат стоит и здесь и здесь если мы это приложим то естественно никакой разницы мы не увидим ну вот господа все это одинаково их можно точно поменять местами и вы ничего не поймете где что было и вот эта часть это та же собственно вариаторная часть только ответка я думаю что это все то же самое ролики просто чуть больше походившие да то же самое hzg и я уверен что здесь мы увидим сейчас тоже самое абсолютно нас чего бы ему быть другим то собственно да это она же то есть что касательно трансмиссии так называемая резиночка выпала то она идентичная у обоих крышки статора у нас поскольку это внешняя часть двигателя поэтому я был на триста процентов уверен что это тоже бмв и я был прав хотя логотипов бмв здесь на китайской части мы не увидим и удивительным образом мы наблюдаем механические повреждения ровно в тех местах где у нас на этой крышке находится логотип бмв и здесь что-то шоркнуло по нему но вот так бывает а здесь у нас нету логотипа бмв но есть номер портнамбер вот он верхний 855 2209 и здесь именно он стерт а два нижних номера которые 02 и adc 12 они удивительным образом уже не стерты ну короче вы поняли почему-то именно в этом месте китайцы вошь или ланчин если хотите решили именно стереть эти портнамбера соответственно номер запчасти то есть если по-русски говорить да что тут сравнивать когда это в принципе одна запчасти я ее вижу даже по номеру запчасти тут непонятно просто грубо говоря здесь трубка с не так трубка не снята бмв вот вот она вот она от китайского мотоцикла крыльчатка она абсолютно бмвш на идентичная и номер детали у нас будет тоже adc 12 какой-то общий 855 2306 вот она абсолютно идентичная крыльчатка только это стояла мотоцикле бмв это стоит у нас в китае вот крышка бмвш на номер который выбит изнутри лазером он естественно отличается но это даже погоду может отличаться и номер детали здесь китайцы сделали свою бмв традиционные 855 2305 крыльчатка у нас 06 номер а это деталь 05 номер это не отличается ты смотри-ка они отличаются ты смотри как крепление это на резьбе сидит такой шток а здесь просто вставляется сюда и все знаешь почему потому что эти когда разбирали сейчас его сломали да да потому что вот обрывок штока находится внутри крыльчатки пацаны да есть косяк это сломали да поэтому четко что это отсюда и поэтому она сейчас до конца плотно может и не встать ну потому что вот потому что должно быть на самом деле вот так поломали то что резьба чё резьба потому что в другую сторону кто-то видимо крутил до упора и ну а вы поняли мы к этому отношению не все совпадает все идеально все одно и то же пора вам как я и говорил различия конечно же есть некоторые точки крепления могут быть смещены потому что и пластик смещен но в целом они также очень похожи то есть мы если берем даже расположение вин номера на абсолютно она идентична на обоих рамах если мы берем рулевую колонку да она ну прям вот максимально похожи какие-то кронштейны приемы то есть видно что в целом это одно и то же но безусловно навеска по крайней мере геометрически особенно берем по охлаждению по пластику чуть отличается поэтому может чуть отличаться где-то и рама то есть если мы мы берем мопед или скутеры бмв то это 16 тысяч километров если мы берем скутер вош то это там 600 700 километров техника практически новая поэтому могут быть и отличия ну и безусловно как мы видим даже по тем же стартером по чем-то то есть это может быть аналог по блоку abs который вроде как и такой же даже визуально но просто наклеечка другая не бмв а вот чего-то там женьшень и так далее из всего этого мы делаем вывод что да действительно мотоциклы максимально похожи максимально одинаковые но минимальное отличие все таки по железу по каким-то отлив кому дополнительный вакуумный канал в бмв например который в голову идет чем-то видимо там еще управляется как знать но в остальном если мы говорим поршневая если мы говорим блок то есть двигатель сто процентов один и тот же и наполнение у нее сто процентов одно и то же возможно просто под разными брендами возможно просто рестайлинг генератора и прочее до электрика уже отличается сильно блоки управления косы датчики как я говорил да они немножко другие если вам интересно что это в железе железо абсолютно идентичная на мой взгляд то есть вы можете как и бмв чинить китайский закапиталить бмв шный мотор полностью ланчин запчастями или ввоз запчастями на мой взгляд проблем не составит никаких канал охлаждения совпадают шпильки все там же отливка все та же самая вот мы собственно все и доказали перешли от уровня слухов что это просто одно и то же к уровню к тому что это действительно одно и то же с минимальными отличиями по-хорошему нужно было конечно разбираться еще в сортах стали как по прочности колено бмв шное по закалки равно закалки вошь или нет вот это уже и на такого борода у нас пока нет мы показали что могли спасибо вам всем огромное что смотрели это видео до встречи в следующем и пока а удачи еще всем вам огромной удачи как нам и тем кто будет это собирать но не мы